5 мая состоится велопробег. Старт от ГПНТБ в 15.00. Стартовая площадка будет работать даже с 13.00. На площадке вас ждут интерактивные точки, музыкальный концерт, много чего еще. О чего еще расскажут прямо сейчас ребята, которые организовывают все это дело. Итак, у нас в гостях координатор волонтеров организации «Привет велосипед» Сергей Улитин. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Координатор информационной точки велопробега Зарина Мустафина. Доброе утро. Здравствуйте. Ну что, давайте рассказывайте, делитесь о маршруте. Через какие точки поедут ребята, будут ли какие-то направляющие люди. И, ну, чтобы пешеходы тоже понимали, какие улицы будут перекрыты. И автомобилисты тоже. Да, действительно. Смотрите, стартуем мы с площади Пименова. Это площадь перед ГПНТБ. Начало точек будет не в 13.00, а в 12.00. То есть вот так вот. Будут сопровождающие. Называются дежурные. Будут в специальной форме. Красивенькой, зелененькой. Их никто не перепутает с остальными людьми. Их будет около 30-35 человек. И под их чутким руководством колонна, получается, начнет свой старт в 15.15. То есть в 3.15.00. То есть в 3.15.00. Спустится по Октябрьскому мосту. Проедет по улице... Поедет по улице Беряков-Гвардейцев. И дальше по площади Станиславского спустится к Демитровскому мосту. После него мы поедем на площадь Ленина. И дальше едем на финиш. Финиш в парке Городское начало. На набережной. Такой интересный маршрут. Кружок, получается. На самом деле довольно-таки сложно звучит. Довольно-таки просто выглядит. Это классический маршрут, который мы используем на протяжении 6 лет. То есть первый его пробег немного отличался. На протяжении 6 лет мы используем примерно этот маршрут. И все участники его пробега его знают. Хорошо. Начинают площадки работать с 12.00. Зачем приходить за 3 часа? Что делать все это время? Дело в том, что на велопробеге будет колоссальное количество людей. Для нас, по крайней мере, для Новосибирска это 5000 человек. И скорее всего даже больше. Чтобы уместить все это количество людей. Чтобы все, господи, пофотографироваться на старте. Получить наклеечку. Это очень памятный сувенир для всех участников велопробега. Караоке, шашлык. Ну, понятно, что это все. Кроме того, еще будет много всяких развлекательных мероприятий. Там будет концерт, там будут рок-группы, там будет кофе, глинтвейн. Кто это? Давайте рассказывайте, что за звезды? Это сюрприз от этажа. Приезжайте и все увидите сами. Понятно. Начало концертов тоже 12 примерно, да? Начало концертов с 12 до 13, да. Про количество участников сказали. То есть, получается, с каждым годом увеличивается, да, желающих участвовать в велопробеге? Ну, разумеется, благодаря нашей организации. Отслеживаете, да? Да, да, да. У нас есть статистика. В первый раз в 2012 году приехало 500 человек. И потом с каждым годом становилось на тысячу больше. На тысячу, да, на полторы тысячи человек. Единственное, в 2016 год нас подвел погодой. Там был снег, ветер, дождь. Было очень холодно, приехало полторы тысячи человек. Но в прошлом году у нас был рекорд. Мы оцениваем порядка пяти тысяч человек приехало. В этом году ждете больше. Ждем больше, да. А вы заранее понимаете, сколько будет? То есть, какая-то предварительная регистрация ведется, заявки какие-то собираются или нет? Нет, мы не усложняем эту процедуру. Просто люди приезжают и все. Просто мы оцениваем по динамике и по погодным условиям. Выдаются номерки. Вот вы говорили про наклеечки. Это просто наклеечки или это номер участника? Нет, это просто памятная наклеечка, по сути, с отображением того, что это велопробег и год. То есть, есть люди, которые собирают эти наклейки с 2012 года. Отлично. По поводу призов, что ждет людей на финише? Есть какой-то приз для победителя? Вообще есть победитель. Или нет? Или побеждает просто дружба? Нет, дело в том, что это велопробег. Не на скорости. Да, это не на скорость. Это именно колонна, которая едет. И, по сути, можно устроить конкурс на грациозность. Всегда есть люди, которые хотят проехать побыстрее, проехать более интересно, как-то более фаново. Но для большинства это просто такой фановый, расслабленный заезд. Никакого спортивного состязания там нет. Если вы не чувствуете в себе какой-то там суперформы, все равно можно приехать и прокатиться просто для души. Или открыть велосипед. Достать из гаража старый Урал, да? Да, да, да. Или каму. Это просто за здоровый образ жизни и популяризация велосипедного движения, насколько я понимаю. Но все равно это физически довольно тяжело, потому что, особенно для новичков, потому что километраж довольно большой. И вот после рекламы давайте обсудим, как подготовиться и вообще, как распределить свои силы во время забега. Координатор волонтеров организации «Привет велосипед» Сергей Улитин и координатор информационной точки «Велопробег» Зарина Мустафина. Еще раз доброе утро. Говорим о велопробеге, который состоит с 5 мая. Совсем скоро надо к нему уже сейчас готовиться. Мы с Сашей ни разу не участвовали в подобном действии. Сколько это по времени занимает? В 3.15 вы стартуете, финишируете. Ну, в среднем. Это же всегда, каждый год примерно одинаково. Будем ехать примерно 2 часа. Ужас. 2 часа крутить педали. Это не так страшно, как кажется. Это всегда очень весело. Главное, не падать. Что-нибудь напевать в этот момент, знаешь. Ну, не предусмотрено никаких остановок, да? Будет остановка на монументе славы. Чтобы дождаться отстающих, как-то вот так, да? На самом деле, по факту, когда голова колонны заезжает на монумент славы, хвост может оказываться еще на сибиряков-гвардейцев. И по факту, это нужно в большей части, да, для... Просто акция там у вас или как, или нет? Или просто точка, где вы... Это классическая точка к остановке, опять же, которая на протяжении каждого года там располагается. И она нужна в большей части для координации ГИБДД, возможно, для координации НАСА. Ну, а участники могут просто остановиться, перевести дух, попить водички, там, отдохнуть, делать салфи обязательно, да. Со всей толпой велосипедистов, это всегда здорово. Ну что, как распределить силы? Вы ведь сами велосипедисты, вы в курсе, вы участвовали сами в таких штуках. Гнать ли сначала, или поднажать в конце, быстро, не быстро ехать, на кого ориентироваться, на голову или на хвост? Это зависит все от того, в какой ты физической форме находишься. И я по своему опыту могу сказать, что самый сложный участок, это когда мы съезжаем с Камалального моста и поднимаемся вверх к Сибирюков-Гвардейцев. В горочку, да? Да, там довольно серьезная такая горка, но если ты правильно переключишь передачи, то никаких проблем, чтобы туда заехать, не возникнет. Просто немножко нужно сбавить скорость. Вся остальная трасса, она довольно легкая, там даже переживать не о чем. Переключить передачи, понятно, значит, Урал не поможет. Если на Урале есть передача, то поможет. На том нету. Тогда встаем на ноги. Бардачок есть, есть насос, все, больше ничего нет. Тогда встаем на ноги и ногами, крутим педали. Насколько был ли какой-то такой рекорд зафиксирован, насколько длинной может быть колонна, насколько она растягивается, нету, не замеряли никогда? Мы не замеряли, но могу сказать то, что на площади Пименова, на ГПНТБ, люди стояли в тот момент, когда голова уже преодолела мост и, собственно говоря, заезжала на улицу. Сибирьковый городец? Да. Вот насколько она длинная. То есть лучше получается, я про велосипед еще раз, лучше дорожный велосипед все-таки, да, не прогулочный, да? Нет, дело в том, что колонна будет двигаться скоростью 10-15 км в час, в некоторых моментах, конечно, даже под 20. И специальный велосипед для этого не нужен. Не нужен. Да, можно на любом приехать. Хорошо. Порепетировать, главное, ножки немножко подкачать накануне, там, за недельку, да? Шины подкачать тоже. Шины подкачать. Как снаряд приготовить, мы тоже поговорим. Давайте про то, что взять с собой. Как одеться, легко ли или потеплее, потому что одно дело, когда погода подводит, это, конечно, важно, но все равно ты двигаешься, и тебе может стать жарко. Да, да, да. Что вы показываете надеть? Ну, во-первых, нужно посмотреть прогноз погоды, посмотреть за окно, прежде чем выезжать. Если погода обещает дождик, нужно обязательно взять непромокаемую одежду, потому что если ты будешь стоять на старте и промокнешь, ехать потом будет некомфортно в мокрой одежде. Нужно дождевичок взять, может быть, даже бахилу, если там совсем будет дождь идти. Ну, мы все-таки надеемся на хорошую погоду. Вот одеться нужно тепло просто на всякий случай. Если станет жарко, потом можно всегда расстегнуться. Обязательно нужно взять с собой воду. На старте у нас будет кофе и глинтвейд безалкогольный, но вода в пути всегда поможет, потому что обезвоживание при физических нагрузках это всегда может случиться. Ну, каких-то особых рекомендаций нету, потому что двухчасовая прогулка со скоростью 10 км в час это не сильно большое испытание для организма. Ну, и лучше не нагружать плечи своими рюкзаками тяжелыми, какими-то там с дополнительными кофтами, какими-то еще сменными кроссовками. В целом никогда это не пригождается, мне кажется. Хорошо, давайте вот теперь про велосипед. Как подготовить, какие шины лучше, может быть, для таких прогулок, может быть, все-таки какие-то советы для новичков, какой велосипед лучше, какой для более прошаренных? Велосипед придет, на самом деле, даже у РАУ. Главное, чтобы он был в должном техническом состоянии. Что проверить перед поездкой? Проверить шинки, проверить давление в шинах, проверить, чтобы цепь, собственно говоря, не слетала, не падала и не была ржавой на вид, например. Стоит ли ее смазывать прямо перед поездкой или лучше не? Ну, всегда стоит смазать цепь. Дело в том, что на старте велопробега также будет бесплатный сервис от наших друзей. И все, кто не уверен, смогут проверить должного ли качества у них велосипед перед его пробегом. Тормоза еще обязательно надо проверить. Тормоза в колонии, это главное. А участвуют ли дети? Есть какое-то возрастное ограничение? Участвуют все, но для детей до 14 лет, которые решили сами взобраться на своего железного коня, все-таки желателен контроль родителей или опекунов. Ну, то есть было такое, что кто-нибудь на трехколесных велосипеде как приезжал? Да, такое всегда случается. Детей у нас всегда очень много. Честно говоря, были даже случаи, когда дети терялись, но обычно потом находились. Можно привязывать маленький велосипед к большому, да? В общем, детей лучше не терять. Но для этого и есть сопровождение. Сопровождение, я так понимаю, полиция, да? Полиция сопровождает нас, да, в голове колонны, сопровождают по пути нас. На велосипедах? Нет, к сожалению. Они обеспечивают нам безопасность движения, они перекрывают улицы, чтобы мы могли без автомобилей нормально, спокойно проехать. Автомобилисты нас пропали. Слушайте, если я в колонии, не могу ехать дальше? Ну, не знаю, что случилось. Я упала, поронила ногу, там, не знаю. Увидела пушечную. Просто плохо стало мне пушечную. Скорее всего, вам помогут волонтёры. У которых с собой пушки. Возможно. Но лучше всего, вам будет спешиться на тротуар и либо продолжить движение по тротуару, либо, к сожалению... Отстать от колонны и дальше сам за себя. Это зависит от того, насколько тяжёлая травма. Что в финале? Больше что. В финале нас ждёт флешмоб. Что мы там будем делать, я сейчас говорить не буду, потому что это всё-таки немножко сюрприз. Сюрприз, да? Опять же, приезжайте и всё увидите сами. На набережной? Да. Спасибо, что пришли. Друзья, мы обязательно будем на велопробеге. Если не как участники, то как зрители флешмоба точно. И давайте нам напоследок, как все наши гости, по традиции, забавную историю из жизни Зарина обещала. Моя история из путешествий, которых у меня было несколько, и в каждом путешествии случается какая-нибудь глупая история со мной. В этот раз я путешествовала по Испании и посещала один городок, называется Ронда, и он примечателен своим мостом. Мост высотой порядка, я не знаю, 100 метров. Я забронировала отель и не посмотрела его местоположение. На мосту. Там было написано, что отель находится в километре от центра города. Я посчитала, что это нормальное для меня расстояние. Я спортивный человек, могу быстренько добежать до центра. И когда я подъезжала к городу на поезде, я решила проверить местоположение, чтобы мне понять, куда идти после поезда. И выяснилось, что отель находится не в городе, а под мостом в такой низинке. И километр расстояния от отеля до центра, это, видимо, вверх, а не по прямой. Так как в Ронде я была всего лишь полтора дня, то есть я подумала, что бегать снизу вверх на расстоянии примерно 5 километров по дороге... Отдыхала в парке на лавочке. Да, это будет очень плохо. Без гостиницы. Поняла, что это прямо жуткий фейл. Я просто не могла не проверить. В итоге не попали... Скалолазное оборудование и вперед. Не попали в отель. Просто без скалолазного оборудования бы не обошлось. Не попали в отель? Просто ответственная стена. Я быстренько перебронировала, потеряла деньги на это. Решила, что больше со мной такого никогда не случится. Но на самом деле каждый раз что-то такое случается. Путешествия, они такие. Я проверяю вас поучаствовать в нашей рубрике, называется «Чемодан и настроение по вторникам». Приходите и рассказывайте про свои... Мы любим такие истории. ...скамерные истории в разных странах. Спасибо большое. Сергею, Валетин, Зарина, Мустафьевну, приходите на велопробег. Да. И мы тоже говорим всем до свидания. До завтра. Завтра пятница, как ни странно. Уже вот так вот все быстро наступает. В студии Радио 54 для вас работали Талалаева, Нася. Александр Часоветин. Виолетта. Всем добра и позитива. Живите интересно. Пока-пока.